У городских властей грандиозные планы, которые, как известно, стоят недешево. К примеру, на реконструкцию Пионерского парка необходимо почти 29 миллионов рублей. Восстановление площади декабристов обойдется в 36 с лишним миллионов. И это не считая строительства подземного перехода в районе локомотива и организации уличного освещения, которые вместе тянут на 130 с лишним миллионов рублей. Таких денег у Читы, конечно же, нет. Поэтому депутаты Гордумы и обратились к коллегам из регионального ЗАГС собрания с традиционной просьбой помочь рублем. А конкретно увеличить размер субсидий края своей столицы до 0,5% от общих доходов регионального бюджета. Полпроцента не так уж и мало. Если сегодня регион спускает на содержание краевого центра около 70 миллионов рублей ежегодно, то по задумке городских властей эта сумма должна быть увеличена почти до 200 миллионов. Однако Забайкальская казна к таким щедротам явно не готова. В связи с тем, что очень тяжелая финансовая ситуация с бюджетом Забайкальского края, дополнительно изыскать более 200 миллионов рублей, но то, что предлагает Дума городского округа, как инициатор этого законопроекта, просто не представляется возможным. Мы рекомендовали своим коллегам, единодушно причем, разработать механизм социального и государственного партнерства, муниципально-частного партнерства, который, в принципе, во многих городах, административных центрах он работает. Шахматный парк, например. Конечно, шахматный парк – далеко не единственный пример вложения частным лицом своих денег в благоустройство Забайкальской столицы. На слуху и на виду работа компании региональное управление строительства, которое подарило городу немало социально значимых объектов. Однако и дальше строить за спасибо ни РУС, ни другие представители бизнеса, похоже, не настроены. Мы бесплатно общежитие целое построили, деньги за него не можем получить никак. Большого желания строить уже, конечно, нет не только у меня, но нет и ни у кого. Позиция такая – все живут в долг, и мы будем жить в долг. Вы нам строите в долг, а мы, может быть, когда-нибудь рассчитаемся. Утром деньги, днем в стуле. Одним словом, только формула «деньги вперед» или хотя бы со стопроцентной гарантией способна по-настоящему заинтересовать бизнес. Но в нынешней финансовой ситуации обещать золотые горы никто никому не торопится. И краевые парламентарии – не исключение. Отказав городским властям в принятии закона об увеличении субсидий, они пояснили. В текущем году уже заморожено финансирование ряда социальных программ. Поэтому оплачивать благоустройство города в такой ситуации как минимум некорректно.